История о сибирском идоле «Золотая баба» сегодня хорошо известна, но даже в 21 веке вопросов об ее происхождении, назначении и судьбе не стало меньше. Из какого материала была изготовлена эта статуя, какого размера до сих пор точно неизвестно, даже о том, кто же там изображен, молодая женщина или дряхлая старуха, до сих пор не выяснено. Возможно, речь идет о разных идолах. Короче, предположений много, но никакой конкретики. Но самое главное, спор о том, «Золотая баба» – это древний языческий идол северных народов и Сибири или все же древняя средневековая статуя христианской Богородицы, не утихает до сих пор. Так кто же там изображен? Давайте разбираться вместе. Будет весьма интересно. Тайна приоткроется в самом конце видео, поэтому досмотрите до конца. Поклонение деревянным идолам известно с глубокой древности. Древнеязыческие капища были как в Европе, на Руси, так и на Севере и в Сибири. Но сегодня пойдет речь не о древних деревянных языческих богах, история которых явно очень древняя, а о каменном, серебряном, бронзовом или золотом идоле статуе в виде женщины с ребенком или с двумя детьми на руках, которую прозвали «Золотой бабой». Для этого сконцентрируем свое внимание на конкретном регионе Урала и Сибири и населяющих его народах, где и отмечена «Золотая баба» на многих картах мира. То есть будем разбирать сведения, упоминающие именно «Золотую бабу», а не вообще языческие идолы древности. Хотя как же и без них? В русских источниках впервые «Золотая баба» упоминается в Софийской первой летописи 1398 года по поводу кончины епископа, первого проповедника христианства, среди коми-зырян, Стефана Пермского. В летописи сказано, что Стефан Пермский жил среди неверных людей, молящихся огню, воде, камню, дерево, волхвам и золотой бабе. Но широкую известность рассказ о «Золотой бабе» приобрел в европейской литературе именно в XVI веке. Редкий европейский дипломат, путешественник или географ, побывав в Москве, не упоминал бы об этом загадочном идоле. Для примера, в трактате о двух сарматях польский географ и историк Матвей Миховский в начале XVI века писал «Знай, за областью, называемая Вятка, по дороге в Скифию, стоит большой идол Злата Баба. Соседние племена весьма чтут его и поклоняются ему, и никто, проходя поблизости или гоняя и преследуя зверя на охоте, не минует идола с пустыми руками, без приношения». Чуть позже, в 1564 году, в Москву прибыл богатый итальянский аристократ Рафаэль Берберини. Он привез рекомендательное письмо московскому царю от английской королевы Елизаветы. Берберини особо интересовался состоянием русской торговли и ценами на ввоз и вывоз товаров из Москвы. По возвращению в Италию он описал все, что видел и слышал в Москве. В его рукописи сказано, что за Рафейскими горами находится царство сибирских татар. Народ этот покорен Московью и находится у нее в подничестве. Поклоняется истукану какой-то старухе, которую зовут Золотой Бабою. Итальянский дворянин Александр Гванини, служивший офицером войске Великого княжества Литовского в конце XVI века, тоже написал книгу о Писании Московии. В Абдорской земле, в устьях реки Аби, есть некий древнейший идол, высеченный из камня, который московиты называют Золотая Баба, то есть Золотая Старуха. Это подобие старой женщины, державшей ребенка на лоне и имеющего за себя второго ребенка, которого жители называют ее внуком. Промежуточный вывод. Как видим, авторы XVI-XVII веков упоминают некую статую в виде женщины или старухи с ребенком, сделанную из камня и, по-видимому, покрытую золотом. Идем далее. Ремезовская летопись, она же летопись сибирская, краткая кунгурская, конца XVII века сообщает, что один из главных сподвижников Ермака собственными глазами видел большую золотую статую богини в месте слияния Иртыша и Аби. Согласно рассказам казаков, это была молодая женщина, нога с сыном на стуле сидящая, вылитая из чистого золота. Но когда казаки вернулись с подмогой, чтобы ее похитить, она же была из золота, статая уже была вывезена местными жителями куда-то дальше на восток, в новое тайное место. Небольшое, но интересное и, главное, важное отступление. На одном из рисунков ремезовской летписи, где сидит хан Сибири Кучум со своим семейством, и его люди готовят еду на огне, слева изображен языческий идол. Ремезов пишет, Кучум Верой Басурманской поклонялся идолам. На другой картинке Ермакс с отрядом в Чандырском городке стал свидетелем молебны кучумовцев идолу. Как же так? Кучумовцы мусульмане и поклоняются языческим идолам. Мусульмане и языческие статуи в 16 веке звучит уж больно неправдоподобно. Этого не может быть. Может, ремезов ошибся, описывая пристрастие кучума и рисуя статую в мусульманском ханстве? Оказывается, нет. И это весьма интересно. Известный российский историк, доктор исторических наук Лучицкая Светлана Игоревна в своей книге «Образ другого мусульмане в хрониках христовых походов» пишет, что средневековые крестоносцы во время своих крестовых походов часто наблюдали в мусульманских мечетях огромные статуи, покрытые золотом и серебром. Наиболее подробные описания такого идола сохранились в хронике «Деяния Танкреда», написанной нормандским хронистом Раулем Каннским, который сам был непосредственным участником крестового похода. По его словам, когда сеньор Танкред первым ворвался в мечеть Аль-Акса, над которой сиял полумесяц, то увидел такую картину. Стены мечети были покрыты серебром, а на троне возвышалась серебряная, инкрустированная золотом статуя, закутанная в пурпурные ткани и осыпанная драгоценными камнями. Танкред заявляет, кто бы это мог быть? Откуда эти драгоценные камни, это золото? К чему этот пурпур? Может быть, это изображение Марса или Аполлона? А может быть, Христа? Однако же знаки Христа, терновый венец, гвозди, пронзенное ребро отсутствуют. Значит, это не Христос. Оказывается, ранние мусульмане поклонялись богам, уж больно похожими на якобы античных греческих богов. Все, стоп, приехали. Греческие боги у мусульман. А есть ли другие свидетельства об идолопоклонничестве средневековых мусульман? Да, есть. Один из отцов церкви, средневековый богослов Иоанн Дамаскин, кстати, урожденный Мансур Ибн Серджун Ат-Таглиби, в своем сочинении о ересе открыто называл мусульман идопоклонниками. Средневековый философ Никита Византийский отмечал, что мусульмане поклонялись идолу Венеры. Средневековый византийский богослов Эфимий Зигабен, живший при дворе Алексея Комнина, по заданию императора составил огромный полемический труд, направленный против ересей, так называемое полное догматическое вооружение. В своем сочинении он рассказывал о том, что сарацины поклоняются утренней звезде и Афродите. В песне о Роланде «Мусульманский мир» Баллиган заявляет о своем почитании трех богов Мухаммеда, Аполлена, то есть Аполлона и Тервагана. Терваган, по одной из версий, был у византийцев. Богом Луны, когда турки-османы захватили Константинополь, то переняли многие атрибуты византийской власти, в том числе и кумира Византии, бога Луны. Это так, для справки. Во многих средневековых легендах нередко говорится о том, что в мусульманском городе Кадисе, что на самом юге современной Испании, вплоть до середины XIII века, существовала огромная статуя Геркулеса, которой поклонялись местные жители. Вот вам и античные статуи, и храмы с греческими богами. Как видите, языческие, якобы античные греческие боги и средневековое христианство с исламом свободно существовали в одно и то же время, в нашем средневековье. Как такое возможно? А все просто. Якобы античные греческие боги Аполлон, Венера, Геркулес и многие другие – это не античные боги, а средневековые боги – первых мусульман. Но когда, значительно позже, религии полностью отдалились друг от друга в разные стороны, как в христианстве, так и в исламе, и до поклонничества стало под запретом и стало жестко преследоваться. А что делать с мусульманскими идолами и богами? Правильно – отправить их в античность. Так в 15 веке и придумали античность. Все, не соответствующее новым правилам в исламе, да и в христианстве, все дружно отправлялось в глубокую древность, якобы в античность, как в историческую свалку. Но идолам поклонялись не только средневековые мусульмане, но и восточные христиане. Специалист по сравнительно историческому языкознанию, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук Алексей Бурыкин написал в 2012 году статью «Золотая баба», «Идол» или «Топоним». Автор отметил, что легендарному языческому идолу с давних пор поклонялись не только представители коренных народов Урала и Сибири, но и русские сторожилы тех мест, не признавшие церковную реформу Никона. Имеется в виду староверы, многие староверы и сегодня возле иконостаса держат маленькие статуи языческих богов. Так что «Золотую бабу» можно по праву считать и христианским атрибутом поклонения первых восточных христиан. Так кто же этот идол в виде «Золотой бабы»? Все-таки древнеязыческий кумир или всем известный христианский образ Богородицы или Девы Марии? Если не рассматривать все версии о «Золотых идолах» в женском облике, вообще, а говорить только о статуе «Золотая баба» с ребенком на руках и времени ее появления примерно во времена крещения Руси, то лучше всех на этот вопрос ответил русско-немецкий историк Герхард Фридрих Миллер, написавший в 1750 году книгу «Описание Сибирского царства» и всех произошедших в нем дел. В книге можно найти многочисленные упоминания о различных идолах Остяков. На странице 156 в книге Миллера упоминается «Золотой кумир» или «Идол первых христиан», вывезенный в Сибирь еще во времена крещения Руси под именем Иисуса Христа. А на странице 165 упоминается еще одно древнее мольбище, где в центре на стуле сидит огромная золотая ногая баба с младенцем на руках, появившаяся в Сибири примерно в одно и то же время, что и золотой идол Иисуса Христа. Нетрудно догадаться, что тут речь идет явно о Деве Марии или Богородице. Вот так древний идол «Золотая баба» у народов Сибири, отмеченный на многих картах шестнадцатых-семнадцатых веков скорее всего не языческий кумир или идол древних славян, а вероятно является ранее христианской золотой статуей Девы Марии или Богородицы. Хотя, возможно, это вообще какой-то мусульманский идол Богоматери, которому и поклонялись первые мусульмане и допоклонники. Вот и вся правда о золотой бабе, даже если она многим и не нравится. Продолжение следует...